приветствую вас дорогие мои друзья с вами опять я татьяна шаманова я продолжаю отвечать на ваши вопросы которые вы мне задали в сообществе ну и иногда отвечаю конечно на вопросы которые вы задаете мне в комментариях сегодня тема у нас для гадания для экспресс-гадания будет такая состоится ли встреча с загаданным человеком загаданный период встреча может быть разное там смотрите по своей ситуации либо деловая либо сердечная тут как говорится вам решать для гадания буду использовать три колоды вам остается только выбрать либо циферку либо колоду торопка которые вам к сердцу ближе 1 ци циферка 1 колода аркану у нас здесь циферка 2 и колода торо 78 дверей циферка 3 и колода таро таро иллюминатов кто не успеет друзья мои определиться с вопросами или с вариантами пожалуйста сделайте паузу потом прослушайте варе свой ответ ну а я пожалуй начну кто выбрал цифру 1 и колоду аркан и так начнем состоится ли встреча с загаданным человеком загаданный период состоится ли у вас встреча загаданным человеком загаданный период и а а а а а а Продолжение следует... Так, выпала у нас пятёрка чаш, туз пентаклей, звезда и туз у нас жезлов. Два туза выпало в данном случае. Да, конечно, шанс есть, но почему-то вы сильно переживаете по этому поводу. То ли вы не уверены в том, что эта встреча произойдёт, то ли какие-то обстоятельства могут вам помешать, и вы об этом знаете. Но переживания у вас есть. Переживания очень даже, я бы сказала, эмоционально насыщенные. Хоть вы надежду и не теряете всё-таки. Может, даже изыскиваете какие-то шансы, возможности приблизить эту встречу, как-то её, может быть, даже организовать. Ну да, возможно, возможно, предпринимаете какие-то меры. Но, тем не менее, надежда есть, но нет уверенности, что эта встреча произойдёт. Ну, это ваше состояние. Что нам говорят карты? Ну, с одной стороны, они говорят, да, встреча состоится, но, скорее всего, не в тот период, когда вы себе наметили. Несколько в отдалённом, в отдалённом будущем. Давайте ещё, наверное, одну карту окончательно. Да, видите, всё зависит от мужчины. Выпал король жезлов. Тут, понимаете, вы ничего не решаете. Вот как решит этот персонаж, если речь идёт о мужчине, конечно, то да. Тут вашей воли нет абсолютно. Поэтому, может, у вас вот такие и переживания. Ну да, не исключаю, что этот мужчина вам что-то и обещает. Что да, конечно, встретимся обязательно и так далее. Но насколько это правдивы, эти слова, насколько они соответствуют действительности, тут, знаете, вопрос большой. Всё-таки у нас выпала карта звезды. Ну, это не скорая, не скорая встреча, если она ещё будет. Я вообще намерение-то у этого персонажа есть, а то, может, только вы хотите. Ну, в принципе-то да, тройка-чаш вроде бы да, говорит, что не против, не против. Но если между вами расстояние, конечно, это не есть хорошо. Потому что тройка-чаш, вот у меня такое ощущение, что, ну, он к этой встрече относится как-то не очень серьёзно. Он вроде бы и не против, но если позволят обстоятельства. Похоже, у него много дел, и эти дела у него на первом месте. Вот. И если выдастся свободное время, то да, он может с вами встретиться. У него, знаете, есть не только много дел, но и много каких-то других интересов. Поэтому всё зависит от него. Всё зависит от него. Так состоится ли всё-таки эта встреча-то? Да. Рыцарь Жезлов. Да, может, друзья мои. Но не в загаданный вами период. Но встреча может состояться. Однозначно. Вот такой ответ получился. Ну, у нас экспресс-гадание. Мы особо глубоко не будем вдаваться в историю. Для нас важно ответить «да» или «нет». В данном случае карты нам на этот вопрос ответили. Идём дальше. Кто выбрал цифру 2 и 2, 78 дверей? Давайте посмотрим, состоится ли встреча с загаданным человеком. И в загаданный период. Это может быть и деловая встреча, может быть любовная, сердечная. Тут, как говорится, у кого что. Итак, состоится ли встреча? Ну, чтобы выбрать хозяйство. を通Help но вы-то не против этой встречи вы от этой встречи кстати очень много ждете для вас эта встреча важно она должна дать некий результат а может быть ответ на какие-то ваши внутренние вопросы вот и вы торопитесь получить получить эти ответы эти ответы кстати эти вопросы кстати вас что-то слишком уж мучают 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 возможно эта встреча важна для вас потому что когда-то произошла некая ссора размолка недопонимание то есть что-то произошло в ваших отношениях и сейчас вы как бы хотите расставить точки над и может даже знаете как-то начать сначала что ли эти отношения с нового листа более продуманно не исключаю что у вас даже есть некий план как действовать что говорить и не исключаю что вы наблюдаете за этим загаданным вами человеком смотрите что он делает с кем общается чем живет и так далее цель какая-то у вас есть очень важная цель ну ваш это стремление я вижу очень хорошо вижу как говорится вы хоть сегодня будет упали бы и уехали но не можете этого сделать уж по каким причинам может быть он должен вам приехать этот человек должен вам приехать а не вы к нему и заключительный все таки состоится это у вас встреча хотя в принципе то да так вот такое ощущение что ваша встреча переложится на какой-то другой срок что она не состоится в загаданным вам период ну по каким-то обстоятельствам и вы будете просматривать другие варианты временные варианты для встречи ну а в более поздний срок состоится встреча более поздний срок нет какой-то тупичок идет тупичок еще раз тупичок то есть друзья мои уж простите измените извините но в загаданный период встреча может не получиться либо кто-то помешает этому либо по каким-то другим обстоятельствам на идет поиск других другого периода других возможностей для встречи именно на этом вы будете сконцентрироваться до того периода когда вы наметили встречу вот такой ответ ну что ж пойдем дальше пойдем дальше кто выбрал цифру 3 и дорог иллюминатов давайте посмотрим состоится ли у вас встреча с загаданным человеком в загаданный период а а и и и и и Музыка Ну, мне придётся вас огорчить, мои хорошие, да. Но выпавшие карты как-то не очень говорят о встрече. Что-то кардинально изменится, пойдёт не так, совершенно не так, не туда. И, возможно, это связано с неким персонажем, может, даже с тем человеком, с которым вы собирались встретиться. Что-то как-то, знаете, начнёт, может, воду мутить, что-то недоговаривать, может даже как-то и прятаться от ответов, когда вы будете вопросы задавать, ну что, как там, с встречей, когда, чё, куда. Вот. Но здесь я больше вижу ответ «нет», ответ «нет». И даже, может быть, вы в этом где-то и догадываетесь. Думаю, даже предполагаете, что встреча может не состояться. Да. Всё-таки старший аркан, суд, он говорит об изменении ситуации. Причём кардинально. И мир тоже говорит о изменении ситуации. То есть то, что вы раньше договаривались, оно, как говорится, прикажет долго жить. И начнётся новая история. Может быть, новые договорённости, новые там какие-то обговаривания, вопросов по встрече, что, как, куда. Но Луна, карта Луны, она не даёт никакого шанса. Я не знаю, вполне возможно, может даже с вашей стороны будет вот такое поведение. Ну, передумали, переиграли по каким-то своим соображениям, понимаете. Может, вам эта встреча стала не нужна, и вы потеряли интерес. Может, она стала неактуальна на данный момент. У вас появились какие-то свои интересы, или то, что вы хотели от этого человека получить, вы, может, получили с другой стороны. Но ответ, друзья мои, вот у меня такое ощущение, ответ нет. Встреча с загаданным человеком в загаданное время может не состояться. Вот такой ответ, дорогие мои. Ну что ж, на этом я заканчиваю своё экспресс-гадание. Удачи вам, дорогие мои. Удачи, здоровья, любви, счастья. И до встречи на моём канале. Субтитры создавал DimaTorzok